Рубль резко подешевел утром в понедельник после завершения налогового периода на фоне нарастающего напряжения в отношениях Москвы и Вашингтона. При этом высокие цены на нефть удерживают российскую валюту от более существенного падения. Положительная динамика нефтяных котировок обусловлена существенным снижением американских запасов, а также готовностью ряда крупнейших нефтедобывающих стран жестко контролировать добычу сырья. Дополнительным стимулом может послужить введение санкций США против Венесуэлы. Вот как выглядит картина курса мировых валют на 1 августа, который установил Центробанк. Доллар в цене вырос на 52 копеек, его торгуют по 60 рублей 6 копеек. Евро также в цене прибавил, плюс 78 копеек, его продает по 70 рублей 46 копеек. Но сейчас слово по традиции нашему экономическому обозревателю Александру Марусинину. Саша, здравствуйте, может быть вы проясните ситуацию? Здравствуйте, российские биржевые индексы завершили прошедшую неделю снижением. Индекс МВБ потерял около полупроцента и закрылся на отметке 1916 пунктов. Котировки нефти взлетели на 9 процентов до 52 долларов 30 центов за баррель. Золото также выросло в цене на 1,1 процента, завершив торги на отметке 1269 долларов за тройскую унцию. Рынок нефти на прошедшей неделе уверенно вырос. Одним из главных факторов роста стало снижение запасов более чем на 7 миллионов баррелей и незначительное снижение добычи в США. Помимо этого, котировки черного золота продолжают поддерживать приближающиеся к Мексиканскому заливу ураганы. Если они наберут силу, то добыча в США может снизиться более существенно. Но это будет лишь временный повод. Плюс есть еще один важный фактор. Это обострение ситуации вблизи границ Саудовской Аравии. К концу недели котировки нефти марки Brent превысили важный уровень сопротивления – 52 доллара за баррель. Теперь следующая цель движения находится в районе 55 долларов. Главные новостные потоки для российского фондового рынка на прошедшей неделе вновь связаны с готовящимися санкциями. Сенат Конгресса США подавляющим большинством голосов принял законопроект, предусматривающий новые санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь этот документ, получивший название «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций, ляжет на рабочий стол президента Дональда Трампа». После подписания президентом он получит статус закона и вступит в силу. Мало кто сомневался в принятии нового пакета санкций. Однако, по факту, настроения на российском фондовом рынке в конце недели резко ухудшились. В пятницу оба российских биржевых индекса закрылись с потерями в 1,5%. Причем распродажи наблюдаются абсолютно по всем секторам. Ввиду ухудшения инвестиционных настроений на развитых рынках, российские акции также будут находиться под давлением. Техническая картина по рублевому индексу ММВБ на закрытие недели также выглядит крайне негативно. Уровень поддержки на отметке 1920 пунктов был пробит вниз. Поэтому теперь открыта дорога на новые минимумы текущего года ниже отметки 1800 пунктов. Российский рубль в паре с американским долларом долго держался, вблизи важного уровня на отметке 59 рублей. И после новостей о новых санкциях вновь начал показывать слабость, даже несмотря на нефтяных котировок. Пока следим за отметкой 61 рубль за доллар. Если он будет пробит вверх, то цели роста американского доллара будут находиться уже на отметке 65 рублей. Александр, спасибо. Я же напоминаю, что спонсором экономического блока является акционерное общество Финам. Финам, инвестируйте грамотно. Мы все разные. Разные предпочтения и разные цели. Но способ достижения цели один. Финам предлагает решения для торговли на различных биржах с любым уровнем капитала. Финам. Ваш индивидуальный способ достижения цели.